У вас вот уже такая народная любовь. Уважения вообще не было. Выигрывать можно и на такой несимпатичный хоккей, как Игорь Никитин сказал. И за этот кубок мы будем бороться и приложим все усилия, чтобы его выиграть. О чем вы общались с Овечкиным? Может быть, клюшки привезти? Ждать ли болельщикам «Металлурга» от вашего дуэта с Сергеем Юрьевичем каких-то еще трансферов? Вырежете этот вопрос, пожалуйста. Хоккеисты — это как пчелы, и какие пчелы, такой и мед. В чем был вопрос? То есть есть надежда на то, что команда сможет показать еще более атакующий хоккей? Обещать жениться не значит жениться. Всех карт я не буду раскрывать, да? Жалко. Андрей Владимирович, большое спасибо, что нашли время, приехали и согласились вообще на этот разговор. Приветствую вас. Спасибо, что пригласили. Как у вас настроение как старт чемпионата? Настроение все хорошее после побед. Это нормально. Как вообще начало чемпионата? Удалось ли посмотреть какие-то другие матчи? Может быть, матч за Кубок Открытия смотрели? Ну, естественно, стараешься как можно больше игр пересмотреть. Это наша работа. Что-то такое бросилось в глаза? Что-то интересное, может быть, заметили? Да, ну, нет. Все в обычном режиме. Есть какие-то неожиданные результаты, да? Ну, понятно, это хоккей, тем более старт сезона. Его можно сравнить с летним хоккеем. Тем более, как сейчас уже не секрет, во многих дворцах лед немножко плохого качества. Поэтому результаты есть непредсказуемые. Вчерашняя победа у вас над ЦСКА. Насколько вот важно было в, может быть, ментальном, психологическом плане для вас ее одержать? Тем более, это ваша первая победа на посту главного тренера Металлурга именно вот в официальных матчах. Поздравляем вас, кстати. Спасибо. Ну, понятно, что коллектив строится, много новичков. Не сказать, что там именно вот молодых ребят, да, те же иностранцы. Даже тот же Робин Пресс все равно приход в новый коллектив. Надо влиться. Вот много ребят новых. И победы они сплачивают. Вот поэтому эта победа, тем более над чемпионом, конечно, важна для климата в команде. Перед тем, как поговорить, я прочитал, пересмотрел десятки ваших интервью. И вот в одном из тех интервью, которые вы дали сразу после назначения в Металлург, вы сказали, что в Металлурге будет большое давление. Вот сейчас вот в этих первых двух матчах уже испытали его? Ну, я просто сравнивал, например, с Череповцом, да, это давление. Вот, все равно здесь начало чемпионата, я человек новый, ну, хотя и старый, наверное, да, для магнитки, но как тренер новый, все равно руководители ко мне будут присматриваться как к тренеру уже. Вот, и здесь, конечно, давление присутствует, но, с другой стороны, я уже многое прошел, многое пережил как тренер, да, вот, поэтому не считаю, что это прям такое супер давление на меня, вот, тем более я с ним пока справляюсь и надеюсь в будущем только это улучшится. Я не буду обещать вам Кубок Гагарина, да, мы к этому будем стремиться, да, мы все для этого сделаем. Вот, но я могу вам пообещать точно, что на площадке не будет равнодушных хоккеистов. Ваша речь вот перед болельщиками Металлурга на вот этой встрече а-ля презентации, она прям такой эффект произвела, ее все выкладывали в пабликах, в телеграм-каналах. Вот, насколько это вообще была подготовка или вот это у вас вдохновение, оно было прям на месте, вы это все сказали? Да нет, конечно, на месте. Я стараюсь, если я знаю, что мне предстоит выступить перед аудиторией, вот, я стараюсь речь подготовить, вот. И скажу честно, я эту речь даже писал, сидел часа два, писал, потом что-то вырезал, что-то добавлял, вот. Вот, ну, опять же, я хотел своей речью сказать одно, но, скажем так, наверное, половина публики услышала в моей речи, что я не обещаю кубок, а другая половина, я надеюсь, что услышала, что все-таки за этот кубок мы будем бороться и приложим все усилия, чтобы его выиграть. То есть, в любом случае, вот, ну, вот эта связь, мне кажется, что кубок, это понятно, что все хотят кубок, но ведь с другой стороны, когда вот команда выходит, и, как вы сказали, она бьется и остается там, даже пусть она иногда проигрывает, но остается без руки, без ноги, в любом случае, это вот эта вот искренность, она, мне кажется, тоже важна, потому что одно дело, там, выигрывать можно и на такой несимпатичный хоккей, как Игорь Никитин как-то сказал. Ну, если вам вчера игра понравилась, да, судя по откликам, она многим понравилась, вот, я рад, что мы видим хоккей именно вот таким, каким мы показали вчера в игре с ЦСКА. Это и там какие-то тактические действия, и, скажем, выкладывание на 100% каждого хоккеиста, ну, все силы оставить на льду, я вчера рад, что это присутствовало, начиная там от молодых, да, ребят, которые, понятно, что они там должны биться, пластаться, но и от ребят, скажем так, звезд, да, того же Яковлева, Михайлиса, там, все ребята, не щадя живота, да, все ребята бились вчера. Вы знаете, я часто езжу, там, общаюсь с болельщиками, и вот особенно на Востоке, когда на аренах там бываю, фойе, вот, перерывах, мы разговариваем, и речь заходит про тренеров, многие болельщики говорят про то, что хотели бы именно вас видеть во главе своей команды, у вас вот уже такая народная любовь, вы это чувствуете? Ну, вы знаете, от любви до ненависти один шаг, вот, и то, что мы, например, показали работой, работой, ну, я имею в виду, наш тренерский штаб показали в работе с Северсталью, мы, наверное, влюбили, да, этих болельщиков в наш хоккей, вот, но здесь, скажем так, другая ступенька, другой уровень, и здесь за то, что просто так там команда бьется и показывает там красивый хоккей, не полюбят и по головке не погладят, здесь нужен результат, вот, поэтому надеюсь, что болельщики, аудитория, да, любящих нас, болельщиков, добавит. Как раз про путь, на днях Александр Овечкин, перед тем, как улететь в Америку, был на подкасте, и ему задали интересный вопрос, с кем из игроков, с кем из действующих тренеров КХЛ он еще играл в Динамо, и первым был Кудашов, затем через какое-то время вспомнили и про вас, и он еще сказал, что вы общались сразу после окончания сезона, и что, вот, он считает, что вы молодец, в том смысле, что проделали просто гигантский такой путь, можно сказать, с низов до топ-клуба, вот, о чем вы общались с Овечкиным, что ему рассказывали, и вообще вот про свой путь, вот этот тренерский, можете рассказать, насколько он тяжелый был? Ну, во-первых, мне самому было приятно и вызвало удивление, то, что мне Саша сам написал, да, в одном из запрещенных, да, сетей, вот, он мне написал, и я был сильно удивлен, ну, так, дружески пообщались, вспомнили молодость, вот, было интересно, вот, он меня спросил, может быть, клюшки привезти? Вот, ну, так посмеялись, пошутили, мне самому было очень приятно, ну, разговор не заходил о каком-то будущем, да, я пожелал ему удачи, конечно, в гонке за грецкий, да, чтобы он побил этот рекорд, вот, вспомнили, да, отношения, у меня были теплые отношения с его отцом, мы хорошо знали друг друга, вот, пожелали удачи друг другу, что-то типа этого. Можете рассказать какую-нибудь историю, вот, из тех времен, когда вы играли, и Саша только делал первые шаги в Динамо? Историю рассказать, ну, там, они хорошо дружили с Илюхой Никулиным, вот, и мы вспомнили, кстати, да, что по окончании тренировок они накидывались на меня сзади, и уважения вообще не было, ну, так вот, дружеские там боролись иногда, вот, это тоже вспоминали, ну, я помню, что, ну, Сашка, когда пришел, ему там было 16, да, там, 17 лет, а вот, он был таким настырным, он обладал, там, сумасшедшим броском кистевым, я сначала думал, ну, попадает, наверное, случайно, а потом, когда это происходило из 10-9, было видно, что парень заряжен, что парень трудолюбивый, вот, ну, я считаю, что это все идет от воспитания, вот, ему, конечно, родители все это вложили, и он этим хорошо пользуется. Если уж переходить к таким более насущным делам, с вас сняли обязанности генерального менеджера, если кто из зрителей не знает, то Андрей Разин в Северстале был главным тренером и генеральным менеджером, то есть отвечал за трансферы. Я удивился, когда вы сказали, что вы рады, что с вас это забрали, потому что мне казалось, что когда вот все контролируешь, вроде как должно быть, наверное, легче, да, что и, с одной стороны, и сам подписываешь, и сам управляешь, но вот для меня это было откровением. Можете рассказать, насколько вот этот вот переход для вас был там сложным, легким, и почему он вообще, вот вы испытали облегчение? Ну, это сложный вопрос, да, тут бывают разные ситуации. Например, если генеральный менеджер с тобой, ну, скажем так, на одной волне, и он там и душой, и сердцем, да, можно так сказать, переживает за тебя, а вот переживает за результат, конечно, ну, он является, наверное, скажем так, громоотводом, да, то есть связь с руководством, связь там с той же пресс-службой и там с пиаром, вот это на меня никак не влияет. Я могу сосредоточиться только на своей работе, вот работой тренером. Здесь, ну, когда я там генеральный менеджер, конечно, это хорошо в плане того, что тебе никто, скажем так, не мешает, да, это я возвращаюсь к тому, что если, например, генеральный менеджер видит тренером другого человека, а такое тоже вполне возможно, да, он там не видит команду, там, играющую в тот хоккей, который, например, проповедую я, вот здесь, конечно, сложнее. Сейчас у меня с Сергеем Юрьевичем Гамаляко прекрасные отношения, мы вместе еще играли, мы знакомы уже сто лет, мы видим хоккей одинаковыми глазами, да, взгляд у нас на хоккей один и тот же, поэтому я рад, что у меня такой генеральный менеджер. Ждать ли болельщикам «Металлурга» от вашего дуэта с Сергеем Юрьевичем каких-то еще трансферов в ближайшее время? Ну, мы сейчас в машине ехали, и ты был свидетелем, да, что мне звонили агенты и спрашивали мое мнение о том или ином трансфере, вот. Работа ведется. Работа ведется, да. И я думаю, что, ну, таковы реалии нынешнего хоккея, что ни в одной команде нет такого, что весь сезон пройти без каких-то там перемен, без каких-то точечных замен, я думаю, что не удается. Я внимательно смотрел вот эти два матча уже в чемпионате, и вчерашний, и первый матч с «Автомобилистом» на предсезонке тоже, когда вот «Вуфе», например, был на турнире. И я вижу, что «Металлург» по сравнению с предыдущим сезоном уже сильно изменился. Но изменились ли принципы, система, там, видение работы тренера Андрея Разина вот «Металлурге» по сравнению с «Северсталью»? Ну, конечно, какие-то моменты изменились, и в плане, например, психологии, работая с хоккеистами разного уровня, да, где-то, например, с игроками «Северстали» я больше их поддерживал, больше, скажем так, им вдалбливал, что они могут, что они умеют. Здесь все-таки ребята мастеровитые, и здесь мне не надо много времени уделять. Их психологии победителя, да, и взять первую тренировку, я вспоминаю, ну, стоишь и думаешь, как хорошо, что они такие жесткие передачи отдают, что они могут принять любую шайбу, что там практически 50% бросков залетает в ворота. То есть стоишь так, бальзам на душу, вот. Ну, наверное, вот здесь такие отличия, а так, ну, мы стараемся не играть одной тактикой, да, вот там в откат или там в давление, мы стараемся разнообразить какие-то тактические действия, те же сочетания, потому что сейчас, ну, хоккей изменился не в плане именно вот хоккея, а в плане видения, да, и в плане подготовки к матчу, там, мы можем любую команду разобрать там по косточкам, да, от и до, там, разобрать их тактические действия, разобрать там большинство-меньшинство, да, раньше все-таки такого не было. Вот, поэтому приходится разнообразить, ты понимаешь, что если ты соперника изучаешь там от и до, то и соперник тебя изучает, и стараешься, ну, на каждую игру что-то новенькое внести, или там, например, на одну и ту же схему, чтобы были варианты какие-то развития событий, чтобы тебя не так изучали, как нам этого хотелось. Вот, несмотря на время на предсезонке, сейчас уже первые игры, вот вчера с ЦСКА хороший матч был, вот, по вашим, так, прогнозам, по мнению вашего тренерского штаба, когда примерно вот команда будет готова, ну, можно сказать, там, процентов на 90, на 100, вот, именно понимать, чтобы игроки понимали, вот, что вы хотите видеть? Ну, я не думаю, что она прям вот будет готова, даже там на 90, на 100 процентов, даже там спустя год, спустя два, все равно какие-то хоккеисты, ну, в каких-то моментах будут действовать не так, как вот мы видим это в идеале, потому что, ну, хоккей – это очень быстрый вид спорта, плюс это взаимодействие между людьми, которые, ну, предугадать нельзя, и там какую-то ситуацию, которую ты уже сто раз видел, все равно она происходит быстро, и она там с какими-то мелочами происходит не так, как ты это предполагал. Поэтому, ну, мы постараемся как можно быстрее свои вот эти тактические действия довести, чтобы команда все понимала и действовала на автомате. Ну, взять вот двух иностранцев, которые буквально вот-вот присоединились, которые не играли там ни одной товарищеской игры, понятно, что им тяжело сейчас. Ну, постараемся как можно больше до них донести, как можно быстрее. Леонид Тамбиев, главный тренер «Адмирала», летом давал интервью, по-моему, в Сочи, и рассказал интересную такую аналогию, дескать, хоккеисты – это как пчелы, и какие пчелы – такой мед. Вот, но и это он объяснял тем, почему вот «Адмирал» играет в такой оборонительный хоккей. При этом, например, вы, той же «Северстали», имея достаточно ограниченные ресурсы, показывали атакующий хоккей и тоже, да, там выходили в плей-офф. И вот, получается, правильно ли я понимаю, что с учетом того, что сейчас в «Металлурге» более качественные пчелы, более качественные игроки, можно рассчитывать на то, что какие-то ваши вот идеи, там, схемы, тактические моменты, вот эта команда сможет сделать еще лучше? Ну, во-первых, каждый тренер видит хоккей по-своему. Вот, ну, там Виев видит так, Ларионов видит так хоккей, да, Федоров видит там так хоккей. Я вижу вот так вот их и стараюсь пчел, да. Ребятам привить вот именно тот хоккей, который, ну, я вижу, да, в который хотелось бы играть. Мысль ушла. В чем был вопрос? Вопрос в том, что, условно, вот в «Северстале» вы играли в атакующий хоккей, но ресурсы, то есть нападающие там у вас вообще игроки были, может быть, чуть... Ну, я бы не хотел там, ну, говорить, что в «Северстале» совсем, скажем, ребята были низкого уровня. Там были тоже хорошие мастеровинты, ребята. Ну, Повченко, Пилипенко, да, там ребята, способные Питунин, да, которые с полумомента там могли забить гол. Вот, понятно, что в «Магнитке» сейчас этих ребят стало побольше. Плюс добавились там опытные защитники, которые могут в экстремальной ситуации, да, с холодной головой принять какое-то решение. Вот, конечно, ну, «Магнитке» в этом плане, конечно, мне сейчас попроще. То есть есть надежда на то, что команда сможет показать такой еще более атакующий хоккей. То есть сделать больше. Ну, по крайней мере, мы в это верим. Вот, но обещать я не буду, потому что обещать жениться не значит жениться. Хорошо. Чему вас научил прошлый вот такой рекордный по своей длительности регулярный чемпионат? Что вы уже вот использовали в плане там подготовки на этот сезон? И реально ли пройти вот этот длинный отрезок без спада? Ну, во-первых, он добавил опыта. И как мы и предполагали в прошлом сезоне, что тренировочный процесс практически уходит на второй план. На первый план выходит процесс восстановления. Вот, в этом компоненте, конечно, ну, в этом сезоне, я надеюсь, мы еще добавим. Потому что мы здесь взяли хорошего, я считаю, тренера по физподготовке, которому вот доверили вот этот процесс. Вот, плюс он все равно будет под нашим чутким наблюдением. Вот, ну, совместной работой вот в этом плане, конечно, надо будет добавлять. Потому что пройти без спадов, это значит вот то, что ребята постоянно в хорошей форме. И здесь и нам надо угадывать составом, давать вовремя кому-то отдохнуть, кому-то давать больше нагрузки. Вот в этом плане опыта еще надо поднабраться. Вот, тема восстановления, считаю, очень важная. Я не могу не поговорить. Я вот расстроился, когда узнал, что вот эти вот сроки аэропорта, восстановления, ремонта опять сдвигаются. Потому что даже там несколько лишних часы на восстановление не могут сыграть роль, да, если накопится. Или вы как? Да, в этом плане. Ну, вот сейчас мы в пятерной поездке, и последняя игра у нас в Уфе. Из Уфы до Магнитки ехать, ну, часа четыре на автобусе. Может, там, ну, чуть-чуть побольше. Вчера, например, мы добирались до гостиницы из Екатеринбурга до Москвы. Мы ехали в аэропорт. Потом два часа летели. Потом минут там 10-15 ждали, пока автобус заедет на территорию аэропорта. Потом мы час ехали по Москве до гостиницы. И тут, я не знаю, ну, как бы четыре часа сесть на автобус и доехать спокойно из Уфы до Магнитки или вот так вот добираться до Москвы. Иногда, ну, с московского региона намного тяжелее вылететь, чем вот доехать на автобусе из того же Челябинска до Магнитки. — То есть все хорошо? — Я сравниваю это с работой в ИХЛ, в Саратове, в Ижевске, когда мы там ездили по 20, одна поездка была 32 часа на автобусе. И когда ты ехал там 10-11 часов, это была просто сказка. — Хорошее сравнение. — Еще помню ваш эфир на Спортэкспрессе, и там вы рассказывали Алексею Шученко интересную историю про то, что вы с игроками Северстали играете мини-турнир по булитам, назначаете тренера среди игроков, он выбирает, и, в общем-то, победитель получает пиво. Хотелось бы узнать, сохранилась ли вот эта традиция, или, может, у вас какие-то новые появились, и что сейчас вот, может быть, такое же интересное есть? — Ну, в Северстале была немножко другая ситуация, да. Мне надо было выявить именно вот ребят в экстремальной ситуации, в борьбе за пиво, да, посмотреть, кто как пробивает булиты. А вот магнитки — немножко другая ситуация. Здесь, я знаю, исполнители, да, и ребят психологически устойчивых на этот компонент, да, на исполнение булитов, поэтому здесь мы, конечно, уже сыграли, но это, в принципе, так, ну, больше, наверное, для сплочения, что ли, между командой и тренерским штатом. — Кто у вас был капитаном у игроков? Яковлев? — Мы два раза играли. Один раз я назначал Гришу Дронова, капитаном, ну, тренером, да, он назначал второй раз, не помню. — Егор Яковлев на тренировках тоже так здорово исполняет булиты, так же, как в играх? — Ну, еще раз повторю, Егора Яковлева я знаю, да, он там на Олимпиаде взял себя в руки, да, и решающий булит исполнил. Поэтому, ну, я знаю здесь, что от него ждать. Мне надо в таких ситуациях других проверить. Поэтому, если не ошибаюсь, мне кажется, Егор Яковлев и не бил булит. Может быть, один пробил. — Кроме вот этого такого мини-соревнования, есть еще что-то такое же интересное, может быть, чтобы вот тоже для сплочения? — Ну, всех карт я не буду раскрывать, да, жалко. Ну, постоянно стараешься что-то придумать, да, потому что, ну, бывают моменты, когда, ну, команда психологически изнашивается, и именно вот что-то вот такое вот надо сделать, чтобы ребята вздрогнули и с новыми силами пошли в бой. — Мы потихонечку уже подбираемся к финишу нашего разговора, и в подкастах принято устраивать блиц, да, когда я буду задавать сейчас короткие вопросы, вы быстро должны ответить. Готовы? — Да. — Да. — Лучший хоккеист КХЛ за всю историю? — Ну, на данный момент Сергей Мазякин, Денис Зарипов. — А лучший тренер КХЛ за всю историю? — Ну, Зенитула Хайдарович, конечно. — Любимый фильм? — Ну, такого нет. Я люблю наши старые фильмы или триллеры. — А любимый сериал? — Ну, опять же, такого прям любимого нет. Ну, больше детективы нравится. — А любимый хоккейный телеграм-канал? — Роман с хоккеем, конечно. — Спасибо, напросился. Вот. В общем, на этом блиц наш короткий закончен. Думаю, что с приходом новых гостей я его дополню. Большое вам спасибо, Андрей Владимирович, за то, что в такой непростой период, начало сезона вы нашли время поговорить. Вы, наверное, в Москве теперь не скоро будете после вот этих вот игр. Поэтому желаю вам удачи по сезону, чтобы все получилось. Мы за вас болеем и переживаем. И чтобы, если не кубок, то, по крайней мере, на 200% вы выкладывались. И будем надеяться, еще в Магнитогорске увидимся. — Спасибо, но кубок хочется. — Мы будем рады. На этом все. Если вам понравился наш разговор, то обязательно поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал, если все еще этого не сделали. И, конечно, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok